С победой из Москвы вернулись ноябрьские школьники. Там 8 и 9 февраля проходил уже пятый по счету Всероссийский молодежный фестиваль робототехники «Робофест». От нашего города ездила целая делегация. Это ученики пятой школы и первой гимназии, а также школьники, которые занимаются в секции технического творчества на базе молодежного центра «Вектор». С участниками фестиваля встретилась Ольга Попова. Здесь собирают будущее. Таков лозун Всероссийского молодежного фестиваля «Робофест-2013». Школьники изо всех уголков России и даже из-за границы. Будущее сегодня собирают из деталей конструктора «Лего». Роботы самых разных видов запрограммированы. Одни играть в футбол, другие бороться и проходить лабиринты. «Робофест» – настоящий праздник для всех, кто любит и жизни не представляет без технического творчества. Робот должен был ехать прямо. И мотор отключился, то, что он уже полетел. И отключился, и робот начал крутиться на соревнованиях. Из-за этого у нас не получилось. Слезы на глаза не навернулись? Ну, чуть-чуть расстроились. Просто мотором они уже очень долго времени у нас работают, и, ну, они нас подвели. А что теперь будете делать? Закупать новые. Ну, мы думаем, закупать новые наборы и участвовать в следующих соревнованиях. О масштабности мероприятия, в котором в этом году посчастливилось принять участие сразу трем командам из Ноябрьска, говорят хотя бы такие интересные факты. В робофесте участвовали более двух тысяч человек. Пятьсот роботов, а это в десять раз больше, чем в трех частях фильма «Трансформеры», сражались за звание лучших. Наши ребята выступили достойно. В общей копилке есть и первое, и второе, и третье места. Надо было проехать по прямой, некоторые кегли сбить, а некоторые проехать. Или захватить две кегли, чтобы вернуться обратно. Такой случай был, когда у нас не хватило датчиков на машины, то Азат просто-напросто снял своего робота датчики и отдал малышам. Потому что те, увидев такую ситуацию, заплакали. Ну, правда, потом и сам не сдержался, заплакал от обиды. Но пришел на помощь «Вектор», нам помогли, датчики нам дали, и мы смогли выступить все. В номинации «Лучшая инженерная книга» и «Лучшее проектное исследование» первое место у ребят из «Вектора» представляла проект, над которым работала целая команда – Катя Иванникова. Школьники решали задачу, поставленную перед ними реальным предприятием. Они ставили нам задачу сделать нечто похожее на кран, но морозостойко – от минус 50 до плюс 20. У нас были прописаны все ГОСТы, которые мы вызубрали едва ли не наизусть. Выброс руки – всего 2,5 метра, а подъем груза – 2 килограмма. То есть, в принципе, это незначительно совершенно. Можно было сделать и из дерева, но из дерева очень высокая износостойкость, поэтому мы решили взять металл. У детей и у взрослых от поездки только положительные эмоции. И даже если что-то не удалось в этот раз, обязательно получится в следующий. Ведь 6-й Робофест соберет своих участников уже через год. Ольга Попова, Антон Владимиров. Новости нашего города.